Привет, друзья! Вы на канале Прошу к столу. В предыдущем видео мы с вами готовили соус из ревни и клубники. И я вам обещала, что покажу, как можно его использовать в других десертах. Как приготовить сам соус, вы можете найти по ссылке, которую видите в углу видео. А мы с вами начнем готовить вкусный торт с соусом из ревня и клубники. В миску просеиваю муку, добавляю соль, ванильный сахар, сахар, разрыхлитель, желтки, сливочное масло комнатной температуры и замешиваю тесто. Продолжение следует... Очень люблю песочное тесто. Буквально 2 минуты и тесто готово. Тесто готово. Теперь я его перекладываю в форму, растягивать буду его по форме, прям так руками. И формировать бортики. Форму маслом смазывать не будем, потому что в тесте есть масло и этого достаточно. Теперь буду тесто растягивать ровным слоем по всей форме и при этом сразу буду формировать бортики. Еще тесто можно раскатать скалкой прямо на столе и потом переложить форму для выпекания. Но мне удобнее сразу это сделать руками, прямо в форме. Тесто распределила по форме и теперь хорошо прижимаю углы, чтобы в углах тесто не было толстым, иначе оно не пропечется. Теперь в тесто добавлю шоколад. Я взяла шоколад для выпечки в виде маленьких шоколадных пуговок. Выкладываю их по форме теста. Если у вас нет шоколада, можно заменить на орешки. Ну вот, посмотрите, какая красота получилась. Теперь я его отправляю в морозильную камеру на 5 минут. Прошло 5 минут. Достаем тесто из морозилки, прокалываю его вилкой. Для того, чтобы тесто не поднималось. И стилю пергамент. В такой баночке я держу свой, так называемый, рабочий горох. Высыпаю его сюда, прямо на пергамент. Это будет держать тесто. Можно использовать также фасоль. Теперь будем запекать тесто в духовке при 180 градусах 10-15 минут. Тесто у меня в духовке запекалось 15 минут. Теперь я убираю горох. Тесто осталось здесь еще немножко светлым. Я думаю, что вам видно. И я поставлю его поджариться еще минут на 5-7. Тесто готово. Я его запекала еще 5 минут, подрумянился коржик. Посмотрите, какой он румяный, красивый и с кусочками шоколада. Теперь, пока корж остывает, мы с вами приготовим крем. Творог разминаю вилкой. У меня обезжиренный творог, потому что я еще буду использовать жирные сливки для взбивания. Конечно, вы можете использовать творог любой жирности, как вам нравится. Но я не хочу, чтобы крем получился слишком жирным, поэтому купила обезжиренный творог. Добавляю к творогу сахарную пудру и ванильный экстракт. И немножко перемешаю миксером. К творогу небольшими порциями добавляю сливки и начинаю взбивать крем. Крем взбиваю до плотной кремообразной массы. Все, крем готов. Теперь будем украшать торт. Корж остыл, крем готов. Теперь аккуратно из формы вытаскиваем корж. Половину крема выкладываю на корж, добавляя несколько ложек безумно вкусного и ароматного соуса из ревня и клубники. И таким же образом повторяю второй слой. Напомню еще раз о том, как приготовить соус, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке, которую увидите в верхнем углу экрана. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю крем. торт уже получился вкусный и красивый конечно можно оставить и так но я добавлю свежих ягод и листики мяты друзья смотрите какая красота получилась клубника ревень творожный крем ну что может быть вкуснее спасибо что смотрели нас прошу к столу и приятного вам аппетита и и и и и и и и